Это вот именно вот закон рукопашного боя. Если вы столкнулись с противником на улице, то наиболее, конечно, эффективным ударом будет для вас являться удары ногой в пах. Если противник ко мне стоит лицом фронтальным, если он ко мне пойдет полубоком, это вот такой удар в пах. Если, допустим, он ко мне, по отношению ко мне сбоку стоит, или на меня, я такой резкий, упреждаюсь удар, ногой туда в пах втыкаю. Если стоит сзади, обхоти меня. То есть я упреждаю сразу. Это есть дистанция дальняя, есть дистанция, скажем, средняя. Оп, вот такая работа. То есть я либо стою, либо так стою, удар, то есть идет такое комплексное воздействие. Вот он пах, даже надо все уставать. То есть идет пах, затылок, пах, затылок. Это везде. Каким человеком был большим, он падает. Это место невозможно укреплять, накачивать, набивать. Это пах. Затем, конечно, чем болезнен, такие удары. Калинный сустав. Вот такой удар. Или взять сбоку, калинный сустав. Есть такой удар. Прошли, пошли. То есть, если на вас жесткая обувь, ему отшибаете. Гоним. Раз, два. Понятно. То есть идем дальше, выше. Идем выше. Сплетение порой не очень эффективно, поэтому в большей степени это когда на вдох, если поймали удар. Печень и срезенка тоже ближе к спорту, потому что противник может закрыться, и я могу травмировать себе локоть. Поэтому вот оно. Поняли, да? Вот такой удар. Либо же калинный сустав. Затем идем выше. Эта зона для атаки очень бесполезная голыми руками, потому что здесь некая такая грудная, смотри, корзина из костей. Грудная клетка. А, пожалуйста, вот шея. Шея. Кадык, боковые части шеи, основание горла. Затем идет у нас нос, глаза, уши. Это все поражает. К примеру, допустим, вот такая ситуация. Я пью по ушам. Раз, два, три. И пик шерму. Что я сейчас сделал? Сперва его доставляю, точнее его поглушаю вот таким ударом. По ушам. По коленам. С локтям. И просто оттуда я валю. Вот такая работа. Это если не станция короткая. Или еще может быть такая без станции. Вот она как бы. Ну, просто наклонись, когда я был ударом у себя встал. Раз, два. Вот такая работа может быть. То есть это именно вот это. Горло, кадык, уши, затылок. Смотрите, есть такой вопрос. Западло бить по яйцам. Значит, объясню. Я никогда... Подходим сюда. Да, человек? Можно? Быстрее. Вот он, нормальный парень встает вообще. Здесь. Как я могу этого парня бить ниже пояса? Это и правда западло. Хороший, нормальный парень. Спортивный, честный. Как можно бить ниже пояса? Да никак. Это западло. А мы сейчас говорим о какой ситуации? Когда вы шли один по улице, на вас напала толпа ублюдков. У кого кастет, травмат, нож. Это западло их выражать? Вот видите. Значит, нет. Значит, это слово западло, это из области, из разговоров обывателей. Никакого отношения к реальному прикладному рукопашному бою вот это слово западло не имеют. Я никогда нормальный парень не бью ниже пояса. Если передо мной враг, я буду бить его везде. И везде буду грызть его. Самые брутальные, жестокие, кровавые спортивные поединки на ковре – это такая самая жалкая пародия на настоящую лучшую резню. Где куски мяса, кишки, отрона, не знаю, голову и все подобное. Это реальность жизни. Арматуру пробивают голову, причем разламывают до мозгового. Поэтому, а спорт – это все-таки молодецкие забавы. Внимание, а смотри сюда. Подходим ближе. Значит, я сейчас в данном случае имею дело с тремя противниками. Они меня окружают с трех сторон. Два спереди, один сзади. Все вот это уличные игроки, они, вот бойцы, кто берется на улице, они на что ориентированы? На, просто показываю. На лоу-кики, на все такие боксерские двойки. И что такое? Там, либо всякие там броски там из раздела спортивного самого. Это все хорошо, но на самом деле, как бы, да, они уступают по своей, скажем так, эффективности ударной техникой при головном рукопашном бою. К примеру, в боксе бьют вот так вот. А я бью так. Раз, два, три. И тут у меня что сейчас делать? У меня. Походу, не пугает. Поражаю удары противника в пар. И тут же, как бы, он ничего не ожидает, я наношу ему. Так, не стану. Ребро младро по шее. Отработанный удар такой, и здесь удар коленом в пар. Самый, точнее, ногой в колено в сустав. Три противника вывожу, троих вывожу сразу в трое. Здесь, здесь. Эти все вещи, когда-нибудь оттаживаются на махеваре. Если вы способны перед таким ударом, значит, у вас все нормально. Вот это получится. И так далее. Если противников, допустим, два человека, дайте богу. Опять же. Может быть, такая ситуация. Раз. Не важно. Главное, чтобы вы применяли именно ту технику, которая не применяется ни в одном виде спорта. Если мы будем сейчас... Встал в руки дальше и начал боксировать дальше. Он все понял. А я стою здесь. Я стою вполне миролюбиво. Стою нейтрально. И ломаю его сустав. И бьем его в паз. Происходит такая быстрая работа. Которым поражаю одну, потом вторую. Все-таки, вот все эти приемы, которые вы в зале скоропулезно из-за дня в день оттачиваете, необходимо их хотя бы более-менее закрепить в учебном поединке. Не то, что не говоря даже про драку. Просто закрепить их. Иначе просто теряется смысл такой работы. То есть, можно без конца отрабатывать работу по мешкам. Либо же без конца, если в парах какие-то приемы отрабатывать. Но если нет такого конкретного жесткого спарринга, то нет смысла. Вырывайся. Я ему засуну до самого мозга. Рассмотрим некоторые моменты, касаемые ведения борьбы партия. Во-первых, опять же, как можете, старайтесь не оказаться в партии внизу. Понятное дело, что это почти нереально. Особенно, если вы нарвались на окон такого опытного тетлона, скажем так, серьезного борца, который имеет богатейший опыт борьбы в партии. Это могут быть бразильские джиу-джитсу, грейплинг, дзюдо, самбо. Все эти люди в совершенстве владеют данной тематикой. И она себя за все это время показала довольно на высоком уровне, эффективно. Но есть какие-то такие моменты, которые и там запрещены. В уличной драке, там, если вы оказались внизу, как бы дай он, у него такая в голове такая, такой дикий огонь, как бы дай он хочет просто вас убить. Он этого не знает и уже почувствовали. Вам что остается? Только примет то, чего он не знает. Примерно, допустим, вот скажем так вот. Один вариант, да. Опять же, я рисую, какой-то такой идеальный вариант. Скажем, меня покинут, атакуют. Руками в голову, вперед, закрывают. И я им бью, толку себе. То есть, что я сделал. Затем, большим пальцем, большим пальцем в глаза. Переворачиваю. Смотрим сюда, смотри, вот там. Либо отзвезд, либо глаза. Вырывайся, пожалуйста. Вырывайся, вырывайся. То есть, любой человек, каким он не был мощным, он понимает, что все-таки это глаза. Из-за какого-то дебила лысого. Ему неохота лечиться зрения. Вот, мне бьет прям вот это. Все прижал. Таким, здесь идет пальцем в глаза. Вот так вот, ноги сюда. Прогибаюсь. И сейчас, разветлал. Вырывайся. Я ему засуну до самого мозга. Примерно, я только помогал в варианте. Все, вот он найдет как бы. Вот, перевел в такое положение. Таким, здесь можно взять таким вот. И со всей дурьей в эту голову вот. Насылает. Мне только хотелось, что я сделал. Вот он меня. Давай. Я себя комментирую. Значит, в данной ситуации, как бы, противник меня повалил. И пытался провести, на мне, допустим, болевый прием на руку. Я тоже, так как бы, у него все. Внимая, на эту самую. Все, я уже, рука была почти прямая. И вот я взял. Здесь обратно, смотри, смотри, что подходит. Сюда впахну, как бы, идет. Человек, таким, после такого удара, как бы, он уже, как бы, сжимается. Вот, нанес такой. Ну, раз, два, и тоже пошла такая вся. Как бы, спирая его, шокировал. Он уже даже не будет пытаться. Ну, после этого я уже не буду. Вот смотрите, я хочу, чтобы вы помните, как бы. То есть, я наношу здесь два таких штыбу удара. И, допустим, смотри, да, допустим, у него одна рука уже. Он мне тоже не лох. Он пытается мне побить руками в голову, да. Пытает, как бы, бам! Бам! Тут, как бы, я могу, допустим, одной рукой подержать, как бы, да, его. А второй рукой я просто... Погляю, наношу ударом, в спад. Притом, не смотри сюда, как бы, я вижу его целиком. Тут, как бы, он у меня поле зрения уже. Либо ударил, как бы, сюда. Раз, два, все самое. И вот он нейтрализованно. И у нас, даже, сейчас такая рубка. А дальше его все сплосят, а на два. А если, допустим, я играл в таком положении, вот здесь какие-то могут, какие могут быть удары. Давайте начнем с ударом уже. Понятное дело, опять же, если это говорит, если мы говорим про драку, можно, конечно, и кулаками, если они у вас такие... Хорошие-таки, нормальные кулаки, такие рабочие. В этом случае вы можете бить ему кулаками в голову, ребром кулака можете бить, можете бить локтями. Если он, например, ему захватил руки, да, захватил руки, да. Вот так он, наверное. Можете бить головой. В нос ему. Затем можете капать ему. То есть, грубо говоря, даже, может быть, вот такой вариант, вот скажем так. Бээээ. Извините, я здесь все спорил. Я здесь выполнял такое действие. Раз, и туда, бинокль, и в октябе в голову. То есть, это все элементы, которые напряжены. Возвращение, да, можно. Затем, мы сюда, вот, найдет, так вот, у него вся голова. Сейчас мы говорим именно про какие-то болевые воздействия. То здесь уже, если я не прибегаю к ударам. В первую очередь, наверное, это глаза. Затем, возможно, вот здесь от народ. Можно ноги разрывать. Вот просто бросаю большие пальцы. Затем можно. Просто на этот вот способ, смотри, что сделать. Вот здесь вот так блокируют. А здесь, как бы так. Либо болевая на уху, грубо говоря. Кабарано-трибуха. Затем, где-то, вот, с двух сторон, такие вот давления. вот это такая ямочка по духам не удастся и вот здесь такая ямочка тут тоже нет это все неприятно это больно я начала когда советка бы сдаться везде неприятно и больно вот вот это вся кабана настолько так человеком парализуют обходим или сильно хотим ясно допустим хотя бы освободил